всем здравствуйте сегодня 23 августа 2022 года у нас вторник что думал среда вторник 11 часов дня у кого-то утра кто-то еще в это время спит ой что я вам хочу сказать дорогие мои как у нас жарко чтоб вы знали очень тяжело ходить по городу поэтому мы стараемся ходить очень медленно и не всегда можно найти тень так что у нас за интересненькое всемирном клубе одесситов они ну вы знаете я все время рассказывала немного делают благотворительных концертов благотворительных выставок вот и сейчас у них в планах сделать такие ну не знаю курсы или кружки как это называется детские для детей и пригласить туда преподаватели художников экскурсоводов артистов музыкантов вот смотрите это территория нашего университета медицинского видите мы идем с другой стороны не с главного входа а вот как бы с другой части да я параллельно немножко эти кружки 27 числа начинают не 27 числа это там предполагается будет пройти пройдет музыкальный концерт для детей будет выступать преподаватель музыкальной школы номер один а это когда начнется когда начнется может быть с 1 сентября числа пока нет это не предполагают понимаешь вот все еще до скоро 1 сентября заканчивается так здесь очень не так то просто пойти на не знаю как говорить что это мы проходим мимо чего сейчас мы здесь пройдем лучше дорогу сейчас зоопарки директор зоопарка рассказывает что очень у него большие планы сейчас заканчивается ремонт вольера для львов вот и туда будут переселены вот эти два белых льва которые к нам привезли в начале войны в зоопарк привезли ну и другие львы которые были в зоопарке одесские львы скажем так пошла я так поняла чтобы много львов ну а у него планы он что-то рассказывал что хочет делать как чтобы зоопарк какой-то был трехмерный он хочет поднимать над землей чтоб не копать а чтоб насыпать грунт еще и как-то поднимать слышал за это что-то директор зоопарка да директор зоопарка да такое рассказывает но у него очень гардиозные планы и плюс он же тоже все время делает разные концерты представления праздники для детей очень часто бесплатно это все помогают общественные организации городские организации волонтеры помогают здание необычное но не знаю что это за здание я не буду говорить единственное скажу что рядом вот мы проходим это первая скорая помощь ну вернее здесь рядом первая скорая помощь которая появилась в одессе но до сих пор действующая она есть это вот здесь в этом районе он даже до 1902 году толстых красивое здание это все сейчас как бы территории это все да 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 это все вокруг университета и это считается и как территории территория университета вроде бы ну и конечно и полностью тут все смотрите вот такие вот конечно здания постройки еще до царских времен все и естественно тут есть все и хирургии и терапии и стоматологии и и детские отделения все есть кардиология вот что еще ну вот насчет первого сентября вот я затронула тему немножко сейчас как решили будет образование как это двойной да нет онлайн само собой в общем родители будут выбирать какое 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 они выбирают образование дадить для детей дистанционное или нормальное они должны написать смешанное во 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 смешанное образование называется ой слушай сейчас эти нормы но но кроме норм там же школы где нету бомбоубежище да дело даже не бомбоубежище игорь дело не бомбоубежище дело в самой обстановке родители боятся за детей оно опасно и так и так ты же понимаешь но те кто они могут но поверь они уже занимаются в иностранных школах все почти в основном идет речь за тех кто в одессе нет кто хочет из-за границы да могут заниматься никаких проблем поэтому чтобы школа знала в которых дети будут учиться родители должны написать заявление оповестить или же рассказать это по у них же там есть как они связываются оповестить преподавателя своего классного руководителя как они будут заниматься ну чтобы школа планировала сколько учеников будет ходить сколько будет дома и как это все организовывать это же все вот эти все программы должны быть специальные для учебы вот сейчас сейчас продолжается ну спект работают театры спектакли делаются а 21 числа на Дерибасовской прошел концерт посвященный незалежности Украины ну как бы сделали заранее чего-то чего-то так захотела наше управление местное не знаю ну видно у них какие-то свои на это взгляды поэтому они так решили сделать был концерт на Дерибасовской вечером а вообще по вечерам вот я видела и в Аркадии люди отдыхают многие это пишут как-то осуждают ну вы знаете осуждать можно все но вы же не знаете что у этих людей которые сейчас там отдыхают слушают музыку танцуют и поют что их ждет дальше завтра у каждого свой взгляд на это поэтому поэтому не будем на это да я считаю как раз театры же работают это тоже считается увеселительная программа театры кафе ну так что теперь все закрыть и лечь и умирать нет жизнь продолжается надо жить и просто каждый каждый делает свое дело ведь то кто те кто живут в городах они тоже помогают своей стране тем что они работают что они помогают что они зарабатывают что они платят налоги что они каждый делает свою работу и если каждый будет профессионально делать свою работу то все будет хорошо кстати филармония двадцать седьмого числа будет в четыре часа будет концерт детский ансамбль по моему песни и танцы будет выступать филармонии во сколько филармонии с шестнадцатого в четыре да или в семнадцать это бесплатно будет или как или платно нет мне кажется платно просто есть абонементы которые можно по бесплатно ааа ну да я вспомнила нам звонили предлагали приглашали наши знакомые но мы не пойдем очень жарко в четыре часа даже и в шесть в филармонии еще ремонт идет не внутри а вокруг фасад фасада фасад филармонии идет ремонт крышу кстати починили она ж когда был потоп потекла крыша филармонии что ты знаешь но ее почти сделали починили ну так я что-то нормально что так размещаться вот потекла крыша ну так ремонт же делается в здании все когда-нибудь ну да делается в здании ремонт и крышу сделали починили просто в три-четыре часа очень большое пекло очень жарко да очень жарко вы знаете оно с утра жарко вот вчера вечером в девять вечера было на градуснике тридцать градусов вы представляете обычно в девять вечера уже такая легкая прохлада приятно сидеть на улице оно то жара нет ну воздух вот дышать нечем горячий воздух не хватает хочется вздохнуть но не хватает этого вздоха чтобы сделать выдох так вот вздохнешь и не выдохнешь ну что делать не надо шутить надо смеяться надо отвлекаться вы знаете вот я с вами поделюсь расскажу иногда мы же все люди живые да у нас что-то болит что-то чувствуемся когда нехорошо бывает вот мы идем я выхожу ну вот неважно себя чувствую ну только я включаю камеру вы знаете у меня все сразу проходит я все забываю что у меня где-то болит что у меня где-то плохо что у меня давление шмавление или еще что-то то есть для я не знаю как для Игоря но для меня вот это то что мы снимаем это как бы как надо сказать здравотерапия или как да или отвлекаловка в общем каждый находит свое чтобы себя себе поднять настроение улучшить здоровье потому что не только лекарства иногда не помогают иногда помогает доброе слово как говорится слово можно убить а можно вылечить да и вот рассказывают люди если вы не верите в чудеса как же вы хотите чтобы у вас были чудеса надо же верить когда веришь когда и получаешь а когда воздастся тебе по вере твоей ну вот так же и это все поэтому всегда стараюсь стараемся верить себе своим ощущениям хочу вам всем сказать спасибо большое что вы заходите к нам что вы смотрите нас я постоянно это говорю может быть это уже кому-то занадоело но все равно мы вам благодарны и у нас есть новый канал уже не новый уже пару месяцев называется одесские прогулки на телеграм-канале ссылку я выставляю под видео подписывайтесь да подписывайтесь там мы делаем совсем совсем другие видео которые не входят в youtube там маленькие видео коротенькие ну совсем ну совсем я стараюсь сделать другую тему по другому все так же за одессу но чуть-чуть по другому чтобы было немножко как-то интереснее да хорошо будем прощаться будьте нам здоровым берегите себя и берегите своих близких Продолжение следует...